добрый день сегодня я расскажу как разобраться где натуральный мед где поделка мед дам специальное специальное знание как не опасно поделку и как быть довольным покупкой натурального меда наш первый момент первое на что думаю что следует обратить внимание это то что любой мед он засахаряется в любом случае любой мед от течении времени сначала он жидкий само собой когда его качают с течением времени когда понижение температуры идет ближе к зиме он в любом случае засахарится это произойдет в любом случае если мед жидкий в декабре то нужно в первую очередь обратить внимание и 99 процентов что этот мед ненатуральный второй момент это вкус когда мы берем мед на вкус пробуем обязательно должно быть естественное естественное такое ну как бы когда мы его глотаем разжевали глотнули у нас появляется такой в гортане немножко такое как бы дерет то есть ну как грение такое легенькое такое естественное это тоже говорит о том что мед натуральный если этого горения нету то мед подделка как бы и должен быть если не натуральный то вкус сахара то есть вы как бы ощутите вкус сахара третий момент мед когда он только скачали он должен тянуться он как бы льется как ну в таком тягучий такой он тягучий и когда он льется струйка когда заливается допустим в банку она оставляет за собой такой горбик маленький а не просто как бы как вода льется да и четвертый момент это запах мед должен давать оттенки цветов аромат должен быть то есть не просто как бы запах сиропа потому что сироп как бы он не дает никого запаха ну зачастую вот и пятый момент нужно знать у кого вы берете то есть должен быть человек который имеет отзывы что вы у него не просто у проходящего покупать а нужно спросить у своих знакомых у кого покупает они мед кого бы они порекомендовали ну как ноутбук купил да на розетке например и ты ты читаешь отзывы там 350 отзывов общая там оценка по пятибалльной шкале 46 а то есть прикольный ноутбук выбираешь свои параметры как бы и покупаешь то же самое с медом должны быть позитивные отзывы и это должен быть пасечник который профессионал или группа людей которые занимаются вот я занимаюсь недолго я занимаюсь два года у меня осталось от отца пасека вот и на своем опыте скажу что не может быть такого но и не встречал по крайней мере что например допустим мед который стоит там до например декабря не может быть так что мёд он не засахарился он по-любому засахарится то есть в любом случае даже если он там он загуснет любом случае но не бывает такого что он жидкий там и там виде воды виде какой-то как бы то есть ну такое как бы обычная жижа короче говоря обязательно будет вот такому примерно формате это липа липа остатки липы с гречкой то есть такой микс вот может быть даже я бы сказал бы на на быстрее всего здесь семечко и лип семечко и извиняюсь гречка вот прекрасный мед полезный какой мед самый полезный это гречка первое место второе место майский и потом уже идут семечко липа и так далее вот надеюсь мое видео было полезным пишите комментарии когда пишешь там легче отвечать на какие-то вопросы задавайте вопросы всем спасибо всем приятного аппетита пока с наступающим 2017 года а